Топ 10 витаминов для роста мышц Мышцы растут не во время тренировок, а в процессе их восстановления Но роста именно массы не добиться, если в организме не хватает витаминов Они не только ускорят рост мышц, но и улучшают самочувствие, увеличивают выносливость Поэтому в этом видео я рассмотрю 10 самых необходимых витаминов для спортсменов Основной источник данного витамина для организма – животные продукты Говядина, курица, рыба, свинина и тому подобное Немного кабаламина синтезируется в нашем кишечнике собственной микрофлорой Поддерживают ткани нервной системы, спиной мозг и нервы Которые передают сигналы от мозга к мышцам Обеспечивают углеводный обмен Стимулирование мышц при помощи нервных клеток очень важно Для сокращения координации и роста наших мышц Принимает участие в регенерации поврежденных тканей Участвуя в синтезе нуклеиновых кислот Основные источники этого витамина для организма – яичный желток Печень, почки, молоко, соя и ячмень Также вырабатывается в тонком кишечнике Но его количество не всегда покрывает суточную потребность организма Спортсменам стоит знать, что сырой яичный белок Плакирует поглощение биотина из-за содержания в нем вещества адвина Играет важную роль в метаболизме аминокислот Основные источники этого витамина для организма – печень, морепродукты, молоко, яйца и миндаль Идеальным источником считается рыба, гречка, овсянка и дрожжи Рибофлавин отвечает за клеточное дыхание, углеводный жировой и белковый обмен Существует тесная связь между массой тела и рибофлавиновой диетой Основные источники витамин для организма – яйца, молоко, печень, морковь, желтые или оранжевые овощи Витамин повышает выработку белков в клещевых и суставных тканях Что обеспечивает их обновление и рост Имеет большое значение в синтезе белка и росте мышц Основные источники витамина для организма – зелень, злаковые отруби, цельные зерновые, брокколи, шпинат Восполнить норму токоферола можно из растительных и сливочных масел Является мощным антиоксидантом, защищает клеточные мембраны Восстановление и рост мышечных клеток напрямую зависит от здоровья клеточных мембран Синтезирует белки, влияет на клеточное дыхание и обмен веществ Нормальный уровень витамина в организме снижает его утомляемость Основные источники витамин для организма – фасоль, курица, печень, почки, картофель, гречка Морковь, яблоки – участвуют в метаболических процессах, связанных с производством энергии Расширяя сосуды, делая тело более сосудистым Но не стоит борщить с дозой Избыток никотиновой кислоты ухудшает способность сжигать жир Нормализует обмен белков Стимулирует желудочный сок и ферменты Которые помогают насыщать организм энергией и полезными веществами Основные источники витамина для организма – лосось, жирная рыба, сливочное масло, яичный желток, сыр, икра, печень, кукурузное масло и так далее Прежде всего отвечают за обмен кальций и фосфора в организме Если в организме не хватает этих минералов, вам не добиться полных сокращений мышц Фосфор также необходим для синтеза АТФ Основные источники витамина для организма – растительные продукты Оболочки злаков, орехи, фасоль, овсяная и гречневая крупы Больше всего в пивных дрожжах Необходим для метаболизма и роста белков Принимает участие в образовании гемоглобина Который обеспечивает поступление кислорода к работающим мышцам Чем больше интенсивность, продолжительность и нагрузка, тем больше нужно кислорода При недостатке организм быстро утомляется, возникает мышечная слабость Основные источники витамина для организма – сухие пивные дрожжи, мясо, рыба, яйца, бобовые, бананы, картофель Играет большую роль в обмене аминокислот Он участвует в образовании гемоглобина и расщеплении гликогена При увеличении содержания белка в рационе Потребность в периодоксине возрастает Основные источники витамина для организма – шиповник, черная смородина, капуста, лимоны, мандарины и другие цитрусовые Усиливает восстановление и рост мышечных клеток Обеспечивает образование галогена Способствует усвоению организма белков, железа и ряд витаминов Стимулирует регенерацию и заживление тканей Помогает в образовании гормонов, в том числе анаболического гормона тестостерона Потребность организма в витаминах возрастает в процессе тренировок и подготовки к соревнованиям И зачастую доз витаминов, поступающих с пищей, недостаточно для организма Поэтому необходимо принимать дополнительные витаминные добавки Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал Всем мир! До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok